Я к вам пишу Поверьте, моего стыда вы не узнали б никогда, когда б надежду я имела, хоть редко, хоть в неделю раз в деревне нашей видеть вас, чтоб только слышать ваши речи, от слова мовить, и потом все думать, думать об одном, и день, и ночь, до новой встречи. Но, говорят вы, не люди, в глуши, в деревне все вам скучно, а мы ничем не блестим, хоть вам и рады простодушно. Зачем вы посетили нас, в глуши забытого селения? Я никогда не знала об вас, не знала горького мучения, души неопытные волнения, смирив со временем. Как знать, по сердцу я нашла бы друга, была бы верная супруга и добродетельная мать. Другой, нет, никому на свете не отдала бы сердце я, то в вышнем суждено совете, то воля неба, я твоя. Вся жизнь моя была залогом свидания верного с тобой. Я знаю, ты мне послан Богом, да гроба ты, хранитель мой. Ты в сновидениях мне являлся, незримым, ты мне был уж мил. Твой чудный взгляд меня томил, в душе твой голос раздавался. Давно? Нет, это был не сон. Ты лишь вошел, я вмиг узнала, вся помлела, запылала и в мыслях молвила. Вот он. Не правда ли я тебя слыхала? Ты говорил со мной в тиши, когда я бедным помогала или молитвой услаждала. Тоску волнула в моей душе. И в это самое мгновение не ты, милое видение, прозрачный темнотель мелькнул. Приникнул тихо к изголовью, не ты, с отрадой и любовью, слова надежды мне шепнула. Кто ты, мой ангел или хранитель, или коварный искуситель, мои сомнения разрешил? Быть может, это все пустое, обман неопытной души, и суждено совсем ино. Но так и быть, судьбу мою, отныне я тебе веряю. Перед тобой слезы лью, твоей защитой умоляю. Вообрази, я здесь одна, и никто меня не понимает. Рассудок мой изнемогает, и молча гибнуть я должна. Я жду тебя, единым взором, надежды сердца оживи, И сон тяжелый перерви. Увы, заслуженным укором. Кончаю страшной перечесть, Стыдом и страхом замираю, Но мне по рукой ваша честь. Я смело ей себя веряю. Татьяна Стыдом и страхом замираю. Стыдом и страхом замираю.